Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Канал НТВ Плюс Классика продолжает ретроспективу матчей советских клубов в европейских кубковых турнирах. И сегодня мы с вами будем смотреть игру на Кубок Кубков. Сезон 79-80. Московская Динамо в гостях у французского Нанта. Составы на ваших экранах. Я их еще раз назову, когда начнется у нас с вами игра. Но здесь по поводу расстановки есть определенная проблема у французских телевизионщиков тех лет. Немножко они не так определили стартовую расстановку московского Динамо. Что касается своей команды, то здесь все так, как и будет по ходу встречи. Итак, матч начался. Примерно пятая минута игры. Нант в желто-зеленой такой форме, канареечной. Ну и прозвище команды канарейки. И московская Динамо в своей фамильной форме. Белая-голубая. Синие такие футболки и белые трусы. Синие гетры. Московская Динамо, перед которым стоит сложнейшая задача отыграть дефицит в два пропущенных мяча. Но об этом чуть позже. Пока опасный штрафной в исполнении французов. Удар по воротам и мяч выше проходит. Ворота Динамо в этом матче защищает Владимир Пельгуй. Вот с него и начнем представление советской команды. Итак, Владимир Пельгуй под первым номером в воротах в поле. Номер второй Евгений Ловчев. Номер третий Сергей Никулин. Четвертый номер Александр Маховиков, капитан команды. Пятый Александр Бубнов. Шестой Алексей Петрушин. Седьмой Николай Колесов. Восьмой Александр Минаев. Девятый Александр Новиков. Десятый Александр Максименков. И одиннадцатый Валерий Газаев. Вот Евгений Горянский, главный тренер, старший тренер московского Динамо. Это ответный матч. Ответный матч четвертьфинала Кубка обладателей Кубков. В первой встрече, которая проходила две недели назад в Тбилиси, московская Динамо уступила со счетом 0-2. И вот теперь для того, чтобы пробиться в полуфинал Кубка Кубков, москвичам нужно сотворить чудо. Практически совершить подвиг, выиграть здесь в Нанти с перевесом в три мяча. Ну или со счетом 3-1, 4-2 и так далее, чтобы по большему количеству мячей, забитых на чужом поле, выйти в полуфинал. Очень сложная задача, потому что противостоит Динамовцам одна из сильнейших команд Франции тех лет. Одна из самых стабильных французских команд. Анри Мишель, главный конструктор атак Нанта, сделал передачу на Мюллера. Мюллер под 10-м номером, он сыграл на левый фланг. Поле не в очень хорошем состоянии, вы это уже наверняка успели заметить. Два дня подряд в Нанте шел дождь, но и вот он не прекратился и к началу встречи. Сейчас еще одно нарушение правил фиксирует голландский судья и еще один очень опасный штрафной у ворот московского Динамо. И одну атаку за другой проводит, и какой опасный удар со штрафного. Мяч рикошетом полетел совершенно в другой угол. Играл Николай Гонтарь. Ну и кроме того форвард Николай Колесов и защитник Александр Новиков. Еще одна атака на Анту, удар поворотом, Пильгуй выручает Динамо. Также достаточно активно стремится поддерживать атаки. Ну, насколько позволяет соперник, который тоже не дремлет. Газаев. От ноги Максима Басси мяч ушел за пределы поля. Точно Газаев из-за боковой на Петрушина. Петрушин возвращает мяч Газаеву. Газаев подает штрафную. Попытка пробить. Опасный момент. Удар. И мяч в сетке. 1-0. Московская Динамо открывает счет. В середине первого тайма Александр Минаев забивает этот мяч. Тот самый Александр Минаев, благодаря голу которого динамоцы вышли в четвертьфинал. Вот видите подача Газаева. Здесь французский защитник не смог толком прервать полет мяча. Дальше легкая такая неразбериха в обороне у французов. Вроде бы три защитника в центральной зоне, но они не могут помешать мячу дойти до Минаева. И Александр Минаев открывает счет. На 23-й минуте это произошло. Ну что ж, половину задачи Динамо решила. Один гол уже забит. Атаковал наунт опасно. Баранчели готов был пробить по воротам и очень самоотверженно сыграл Сергей Никулин. Третий номер у него на футболке. Никулин и Новиков составляют пару центральных защитников. Динамо в этом матче. Ну долгие годы они играли вместе в центральной зоне. И стали фактически такой коллективной легендой для динамовских болельщиков. Ходила такая байка, что на автомобильных номерах у них красовались буквы МНИ и МНУ. Ну и у одного из них прозвище было Автоген, а у другого КОСА. Если вам интересно какой у кого, то КОСА это у Новикова, а Автоген это у Никулина. Для тех, кто интересуется футболом, кто сам играл, я думаю, что смысла раскрывать эти прозвища нет. Очень жесткие защитники, которые не церемонились с соперниками. Ну и, еще раз скажу, очень долгие годы защищали цвета Динамо. Так же, как и вот этот человек, Владимир Пельгуй, которого в 60-е годы, в начале 70-х называли не иначе, как наследником Льва Яшина. Именно ему Яшин передал свои перчатки в своем прощальном матче. Максименков с мячом, рядом Петрушин пытался помочь партнеру. Здесь тут же французы вступают в отбор, но обманул их Максименков, классно сыграл. Ходит в штрафную и в последний момент мяч у него из-под ног выбил защитник Патрик Рио. Напомню, на 23-й минуте Минаев послал мяч в сетку ворот Нанто, и Динамо ведет 1-0. Баранчели, хороший пас, здесь вот динамовская оборона не уследила. А здесь динамовцы хорошо комбинируют. Газаев хорошо скинул мяч партнеру. Максименков, нет, не удалось обыграть французского защитника, но сама по себе атака была очень хорошей. 25 тысяч зрителей вмещает эта арена, она заполнена до отказа. Вышел Бертран Деман и выбил мяч подальше, как раз на трибуны. И что интересно, еще за полтора часа до стартового свистка судьи Корвера начали уже подтягиваться зрители на трибуны. Мишель, попытка загрузить мяч обратно туда, в штрафную. Колесов поставил корпус и заставил соперника нарушить правила. Мюллер недоволен, но формально он фалил, потому что опирался руками на спину соперника. Толкал его. Здорово, хорошая передача. Петрушин с мячом. Петрушин под штрафную. Удар и 2-0. 2-0 становится счет и забивает Валерий Газаев. Первый же настоящий шанс использовал наш нападающий. Отметим классное подключение Алексея Петрушина. Его рывок по левому флангу не успели за ним французские защитники. Пас и удар Газаева в касание, причем удар из борьбы. Тут же рядом находился Максименков, в случае чего и он мог нанести этот удар, но все сделал Газаев. Итак, 2-0 и преимущество Нанта, которое оказалось после первого матча таким масштабным, вот оно уже растаяло, потому что теперь в равном положении команды теперь по сумме двух встреч ничья 2-2. Французы идут вперед. Мюллер. Анри Мишель, удар по воротам. Гол! Гол! Какой удар! Какой удар! И здесь уже Владимир Пюльгуй не смог помочь своей команде. Мяч под крестовину влетел. Такие не берутся. Еще раз смотрим, здесь не накрыли наши футболисты Анри Мишеля, а ведь он пристреливался к воротам Динамо. Мы помним, что еще в первой половине первого тайма он нанес несколько опасных ударов. Ну и вот сейчас идеально попал, и счет становится 2-1. Теперь снова по сумме двух матчей Нант выходит вперед, и Динамоцам нужно забивать как минимум один гол для того, чтобы проходить дальше в полуфинал. Напомню, что если счет будет 3-1, то Динамо получит преимущество, как команда, которая забила больше на чужом поле. Сладающих Николай Колесов 7-й и Валерий Газаев 11-й, но Колесов играет в оттяжке. Ловчев играет классно, обыгрывает соперника, подача в штрафную. Максименков готов уже был головой переправить мяч в сетку, но блистательно сыграл Жан-Поль Бертрандеман. Анри Мишелю. Максименков, это вот наш Анри Мишель, если можно так выразиться. Максименков, диспетчер Динамо. Классно как сыграно. Это Петрушин был великолепен, но Максименкову не дали пробить. Анри Мишель с мячом. Максим Баси подключается справа, достает мяч, но... Ну, а Александр Бубнов, который в этом матче действует на позиции опорного полузащитника, он отличался очень хорошим чтением игры. Удар из-за пределов штрафной. Баранчели пробил. Пильгуй забрал мяч. Доворот, конечно, далеко, но можно попытаться пробить. Бубнов это и сделал. И продолжается наша атака. Газаев, удар! Петрушин играет с Максименковым. А это уже Ловчев. Ловчев. Пас на Газаева. Газаев справа. Приближается к штрафной. Режет угол. Подача! Удар! Не повезло Динамовцам. Чуть-чуть не повезло. Сейчас очень хорошую атаку провели. И, в общем-то, французская оборона сплоховала. Бубнова никто не опекал. И он вполне мог перевести мяч в угол ворот. Вот. Нанте прекрасно понимает, что запираться на своей половине нельзя. Этим можно только развязать руки Динамовцам. Да и вообще не в характере этой команды французской играть от обороны. Вот какая опасная атака. Удар! И мяч в сетке! Жозе Туре оправдал свое появление на поле. Воспользовался и хорошей передачей партнера, и ошибкой Динамовской обороны. И сравнял счет в этом матче. 2-2. Еще раз давайте посмотрим. Ну, видите, здесь Эрик Пику, конечно, молодцом себя проявил. Он боролся за мяч, отвлек на себя внимание двух защитников Динамо. И дальше уже молодой Жозе Туре распорядился своим шансом. Счет становится 2-2. И теперь Динамовцам вновь нужно начинать все сначала. В том смысле, что нужно забивать два мяча в ворота французов. Разрешило Олимпийскому комитету самостоятельно решать вопрос о том, будут участвовать в каких-то дисциплинах представители Франции в Олимпиаде в Москве или нет. Ну, вот некоторые из них приезжали. Но это будет позже. Это будет в июле-августе. Пока Динамо атакует. Ловче в передаче. Удар! Ой-ой-ой! Казалось, что мячу уже некуда деваться. И Александр Минаев не попал в пустые ворота. Не было там никакого положения вне игры. Хотя, вроде бы так, робко попытались поднять руки французские футболисты, сигнализируя арбитру. Нет, положения вне игры не было. Ловче в очередной раз сыграл просто блистательно. И временами мы там видим Алексея Петрушина. Хотя Петрушин все-таки чаще слева располагается. Удар по воротам. Пельгуй, блестящее. И еще раз здорово играет. Накрывает мяч в ногах у французского футболиста Владимир Пельгуй. Сразу мяч он не зафиксирует. Уже после перерыва. Жозе Туре. Пас. Удар по воротам. Пельгуй. Пельгуй тащит мяч. Еще один пример блестящей игры нашего голкипера. Минаев. Колесов принимает мяч. Николай Колесов. Удар. Гол. 3-2. Счет становится. 3-2 в пользу московского «Динамо». Николай Колесов возвращает надежду своей команде и всем советским болельщикам. Забивает третий гол в ворота французского «Нанта» уже на исходе матча. 3-2 в пользу «Динамо». Сколько еще играть? Две минуты? Три минуты? И замена в составе москвичей. На поле выходит Андрей Якубик. Очень дорого стоить и стараются как можно дольше мяч у себя держать. В том числе и вот так вот отбрасывая его назад в вратарю. И звучит финальный свисток. Вскидывают радостно руки вверх французские футболисты. Чарльз Корвер, голландский судья, останавливает встречу и фиксирует победу московского «Динамо». 3-2. Но эта победа, увы, выводит в полуфинал наших соперников. «Нант» выиграл в Тбилиси две недели назад 2-0. Но «Динамовцы» молодцы. Они показали очень содержательный футбол. Забили три мяча на чужом поле. И обыграли очень сильного соперника, будущего чемпиона Франции. Вместе с вами за этим матчем наблюдал Олег Пирожков. Всего доброго и до встречи на канале «Классика».